МОБИЛЬНЫЙ РЫНОК Однако, когда ты сам заходишь в игру, то постепенно понимаешь, что игра либо полностью автоматическая и не требует твоего присутствия, либо завязана на постоянном гринде для проточки снаряжения, либо и вовсе строится на жестком и обязательном донате. И вот тут возникает вопрос, а есть ли вообще мобильные ММО, в которых не требовали бы сутками убивать скучных однокипных монстров, не просили бы постоянно донатить, ну и чтобы игра хотя бы изредка давала игроку поиграть самому, а не делала все сама в авторежиме. И вот для сегодняшнего топа я как раз таки выбрал несколько отличных игр, в которые действительно приятно позалипать, когда едешь на работу, или во время обеденного перерыва, ну или попросту тогда, когда нет доступа к любимому ПК. В общем, усаживайтесь поудобнее и внимательно слушайте. Будет интересно. Но перед началом хочу порекомендовать YouTube канал «Лучшее MMORPG». Там вы сможете найти обзоры разных вышедших ММО-игр, узнать свежие новости из мира игровой индустрии и выбрать для себя интересную игру, смотря хит-парады с самыми разнообразными подборками. Ссылочка на канал будет в описании, так что переходите, смотрите и конечно же подписывайтесь. А теперь вернемся к нашему хит-параду. И открывает его наверняка хорошо известная вам Black Desert Mobile. Данная мобильная адаптация получилась на удивление весьма успешной. Игра постоянно обновляется и обрастает новым контентом, новыми локациями и игровыми классами. Первое, что хочется отметить, так это явное сходство игры со своим старшим сородичем на ПК. Тут есть те же игровые классы, те же монстры и даже знакомые локации. Мобильная версия Black Desert сделана очень грамотно. В целом все интуитивно понятно, а сам геймплей очень удобный. Боевая система красивая и схожа со всем тем, что ранее вы видели в ПК версии игры. Так что наблюдать за боем очень приятно. Кстати, сразу хочется отметить, что в игре есть автоматические помощники. Однако появляются они у вас далеко не сразу, да и работать будут не везде. В целом, если нужно убить полтинник мобов, то можно включить авторежим. Но если нужно что-то сделать по квесту или пройти данж, которых тут кстати немало, то автопомощники вам в этом уже не помогут. И даже если вы включите автобой, то скорее всего уже через минуту обнаружите своего персонажа мертвым. Что же касается игрового контента, то тут помимо обычных квестов, есть чем заняться. В мобильном Black Desert есть мировые боссы, данжи, разнообразные PvP и PvE режимы, торговля, персональный хаб с собственной деревней, которую вы сможете развивать и в которой можно выращивать ресурсы и заниматься крафтом. А также много чего другого. А в общем, Black Desert Mobile может не на шутку затянуть, так что рекомендую попробовать. Кстати, в игре часто проходят разнообразные ивенты, в которых можно получить пэтов, внешки и всякие донатные плюшки совершенно бесплатно. А это, как по мне, тоже огромный плюс. Ну а теперь давайте переходить к следующей игре в нашем топе. Ею стала Perfect World Mobile, еще одна адаптация ПК игры, которая была очень грамотно и бережно перенесена на мобильное устройство. Сразу скажу, если вы когда-нибудь раньше играли в ПВ на ПК, то просто обязаны посмотреть мобильную версию. Разработчики просто невероятно круто воссоздали игровой мир. Конечно, местами есть разнообразные изменения, но в то же время не узнать город драконов или город оборотней просто невозможно. Плюс обновленная графика на современном движке таки вовсе заставит смахнуть ностальгическую слезу со щеки под играющую на фоне песню Fly with me. В мобильной версии реализованы все хорошо известные вам игровые расы и классы, однако их умения полностью переработаны в угоду больше динамичности и подвижности во время боя. Также стоит отметить, что игровой контент был доработан для того, чтобы заинтересовать новых игроков. Квестов стало больше, ПВП система была усовершенствована, но в то же время остались хорошо известные боссы, данжи и конечно же в игре осталась отличная система полетов. В общем, мобильный Perfect World это отличная игра, которая позволит олдам не только поностальгировать, но еще и вполне понравится новичкам. Особенно тем, кто любит проходить игровые активности самостоятельно, а не отдавать это все на прохождение автопомощникам. Третья же игра в нашем списке это Dragon Raja, ну или как-то так. Данный ММО проект явно отличается от всего остального, что есть на рынке. Во-первых, перед нами ММО РПГ с примесью фантастики. Действие игры происходит на нашей планете, но явно в далеком будущем. А во-вторых, в игре как ни странно сделан сильный упор на сюжет, но помимо него есть также множество разных активностей. Dragon Raja это ММО РПГ игра, которая позволит вам не только пачками уничтожать разных монстров, но и построить собственный дом, создать топ гильдию с крутым кланхолом, собрать крутое средство передвижения, поучаствовать в гонках, вырастить питомца, обзавестись семьей и даже ребенком. И учтите, это все только верхушка айсберга под названием контент. Если вы фанат ПВП, то тут для вас множество разных ПВП арен и сражений между гильдиями в разных режимах. Любите ПВЕ, но не хотите строить дом и заморачиваться с выращиванием пэтов и прочей социальной ерундой? Тогда масса ПВЕ испытаний придется вам по вкусу. Тут и данжи, и арены с боссами к вашим услугам, и разные испытания силы и так далее и тому подобное. Ну а когда все это надоест, можете заняться прокачкой одного из трех доступных ремесел, среди которых карьера повара, владельца магазина и суперзвезды. В общем, игра реально очень крута и необычна, так что если вас не отталкивает визуальный стиль, то обязательно попробуйте. Уверен, вам понравится. Ну что ж, вот такой вот топ 3 получился. А для тех, кто досмотрел до самого конца, будет небольшой бонус. Буквально недавно я наткнулся на мобильную ММО под названием Evil Lens. Там и графика неплохая, и сюжет присутствует, а самое главное, там полностью отсутствуют любые автопомощники. Абсолютно все придется делать в игре самостоятельно. Да и вообще порой игра напоминает очень неплохую РПГ. Во время игры попросту забываешь, что перед тобой ММО. Возможно это из-за неплохой РПГ составляющей, а возможно из-за того, что сама ММО часть немного подкачала. В целом игруха любопытная, так что очень рекомендую посмотреть и попробовать лично. Ну и на этой ноте, пожалуй, пора прощаться. Пишите в комментариях, играете ли в мобильные игры, если да, то в какие. А также не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Тут на канале много интересного. А пока что всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»